Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет, как всегда, ежедневный влог. Прическа у меня, знаете, как называется? Отдыхаемая расческа. Тот самый момент, когда ты очень коротко подстриг волосы, и ты не можешь их уложить ни в одну сторону, ни во вторую сторону. У нас сегодня челка, мешает постоянно челка. То есть, если ты ее не укладываешь, то она у тебя торчит в разные стороны. Сегодня у нас воскресенье, выходной день. И вчера тоже был выходной. И я как тот кот в видео, которое я недавно сейчас посмотрела, который вот так вот лежит, раскинувшись, и ничего ему неохота делать. Но нет, сейчас пойду, конечно же, нужно заниматься своим здоровьем. А здоровье – это что? Это движение. Движение, нужно двигаться, нужно обязательно ходить, заниматься спортом. Так, я… Ну, не спортом, это я неправильно. Я просто неправильно подбираю слова. Смотрю сейчас, вот, ну, видите, еще пока только 22 минуты посмотрела. Сергей Минаев, никто тебе за былой лайки ставить не будет, про уроки истории. Это Минаев Лив, интервью Меньшовой он. Да, Минаев Лив для тех, кто не знает. Это я, кстати, тоже до определенного момента не знала. Это сейчас такой очень популярный канал на Ютубе, где очень доступным языком Сергей рассказывает разные исторические и не только исторические события. Вот прям вот, допустим, вам неохота вникать в какую-то тему, как это было, что. И он разбирает там, допустим, на протяжении определенного периода, там, 100 лет, 200 лет и рассказывает все. Вот недавно я вам рассказывала как раз-таки про культуру потребления, про вот этот вот маркетинг, как нам навязывают очень дорогие товары, которые, по сути дела, не нужны, но, то есть, что нас заставляет их покупать. Ну, прям вот разложил все по полочкам, кому интересно, посмотрите. Может быть, я немножко перебрала, как там называется, но вы увидите. Ну, помимо этого всего, разные исторические факты, моменты про царей, про наших, про революцию, ну, про все, про все что угодно. Я не рекламирую сейчас этот канал, просто он действительно очень интересный. Я недавно на него наткнулась и прям вот за поем передач 15 там. Кто такая была Мерлин Монро, почему же, какая у нее там была жизнь, там, про Майкла Джексона в том числе. То есть, там абсолютно разные. И прям вот все с начала до конца. Действительно интересно. Вот, поэтому, когда смотришь таких людей, ощущаешь некую свою бездарность. Знаете, как, ну, нужно сравнивать себя со своими какими-то там, я не знаю, ровесниками, ну, кто твоего же уровня. Когда ты слушаешь таких людей, вот мне кажется, у них так все просто, так все здорово, так все замечательно. А ты вот вроде как непонятно чем занимаешься. Ладно. У меня здесь все еще стоит все здесь в комнате. Жду, когда же у меня вот это вот все уберется. Уберется на балкон. Я вчера в Инстаграме показывала, вам не показала. Вот эту вот подставку для крышек. Заказала, чтобы они не валялись, все стояли. Но это такая, не самая надежная конструкция. И место быть, как бы, куда деваться. Здесь хотя бы уже один шкаф принял свое место, занял свое место. Здесь у нас всегда какие-то пакетики, газетки, то, что нужно. А дальше идет посуда тоже, которой я пользуюсь довольно-таки редко. И вот шкаф, который, собственно говоря, тоже заказали. Заказали по размерам специально, его делали. Но Андрей говорит, что-то как-то тут очень тяжело собирается. Это не и киевские. Я вчера покупала рыбу горячего копчения домой, лосось. И мне сейчас пришла в голову мысль, а не замахнуться ли на роллы попробовать приготовить. Я ни разу их сразу скажу. Нет, один какой-то опыт с Андреем был. У нас неудачно тогда все получилось. И больше я и не пробовала. Еще пришли в мой любимый магазин для роллов. Нужен огурец, нужен авокадо. Сейчас посмотрим. Ну, а самое главное, конечно, листы. Но я думаю, что перекрестки, они точно есть для скручивания. Так, огурцы. Что у нас с огурцами вообще? Ого, слушайте. 439 рублей килограмм огурцов. Это что же за огурцы такие золотые? Я возьму вот такой. Думаю, хватит. 69 рублей стоимость. Авокадо 749 рублей за килограмм. Но вот этот вроде мягкий. Самое главное не купить жесткий, который ты разрезать не сможешь. А, есть он за 519. Ну-ка. Зачем платить больше, если можно заплатить меньше? Блин, ну тоже все жесткие, ребята. Прям жесткие-жесткие. Ну, взять на удачу. Мне говорят, Лена, положи их там, а они дойдут. Ну, мне-то нужен он сейчас, мне же он не нужен ждать его, пока он дойдет. Ладно, попробуем. Курицу потушить, Ваня, чтобы у него тоже еда была. Смотрите, какое я еще нашла. Это филе грот за 459 рублей. Халяль. Здесь больше по весу, поэтому поменяем. Соус вог, рисовая бумага. Вот такая, во-во-во, вот такая штука. 229 рублей она стоит. Вот, как раз рыбка посередине, авокадик, огурчик. Морские водоросли для приготовления суши. Только единственное, что я не знаю, как скручивать какой-то еще этот бамбуковый коврик. А где я его возьму? А, в фикс прайс можно зайти. Так, и еще, помимо всего прочего, нужно, наверное, этот имбирь. Имбирь, да, соевый соус у нас, по-моему, есть. Хрен, хрен, хрен васаби. О, хрен васаби. Первый раз такую штуку вижу. А есть еще какие-то вот такие пасты. Тоже сверху. Это вот только почему-то без цены. Ну, ладно, возьму вот этот хрен васаби. Да? Так, вроде бы все взяла. Все, что нужно. Есть еще, смотрите, вот такой соус табаска. Он дико острый. Такой острый я брать не буду. У нас дома есть вот наподобие такого хороший соус. Острый тоже. Так, единственное, что, наверное, нужно взять еще соевый какой-то соус. Да? Какой из них? Слабо соленый. Органический соевый соус. Вкусный, невкусный? Попробуем. Так, самое главное, основные продукты я нашла. Осталось еще взять какой-то рис. Сейчас посмотрим, может быть, есть специальный рис для роллов. Рисо специального для, ну, чтобы было написано на нем, что для роллов. Я такого не вижу. Вообще ассортимент, смотрите, какой огромный. Фикс Прайс в надежде найти здесь бамбуковый коврик. Ну, или что-то такое, похоже, хотя бы приблизительно на это. В перекрытии спросила, говорит, раньше были, потом обрали все это дело. Здесь, похоже, тоже ничего подобного нет. В Прайсе можно всегда чего-нибудь интересное такое увидеть. Смотрите, какая терка. Маленькая-маленькая. Что можно на ней натереть и зачем она? Ну, возможно, для шоколада, я не знаю. И вот такая форма тоже вижу впервые. Оладушки, по всей видимости, или панкейки печь. Это тот момент, который, знаете, как называется, искусственно создать себе проблему. Сперва набрать продуктов для роллов, а потом искать коврик, чтобы завернуть. Ну, иду и прикидываю. В общем, нет ни в Перекрестке, ни в Фикс Прайсе, ни на рынке этого дела. Он раньше такой, помните, скрученный в трубочку. Я понимаю, что, конечно же, его можно заказать на ВБ и на Азоне. Но я-то хочу сейчас приготовить. И, соответственно, мне ни с Азона, ни с ВБ это прийти не успеет. Но сейчас вот вспомнила единственный еще возможный вариант. Это у нас есть китайский магазин всякого ширпотреба. Помнила, смешные цены он называется у нас. Может быть, здесь есть что-то подобное. Хотя тоже, наверное, вряд ли. Здесь в основном обувь и одежда. Но вот мелочевка какая-то тоже есть. Вот они ножички. Острые, кстати, вот эти суперострые. Я их очень люблю. Так, а вот коврика не вижу. В Эдоне, в смешных ценах. Вот это не бамбуковый ролик. Это, ну, в смысле, он бамбуковый, но это на стол. Ну, я думаю, может быть, я его каким-то образом смогу применить, скрутить. В общем, взяла вот такой вот классный виноград на рынок. Не зря заходила, обожаю его. Ну, и взяла и силиконовый тоже, в том числе. Вот он с отметками, он тоже лишний не будет. Сейчас буду соображать, как это все. Видите, здесь вот этот вот бамбуковый коврик скручивается все. И получается, ну, как бы это как пресс для суши. Так, ладно. Ладно, еще взяла, вот Ваня пожарю для курицы терияки соус специальный для приготовления курицы. Ну, и сейчас заморочусь. Слушайте, обалдеть, сто, два рубля этот. Просто обалдеть. Авокадо. Так, рис сейчас поставлю варить. Имбирь взяла. Какой-то купончик дали на скидку по типу МОЛ. А, на скидку на доставку 40%. Даже интересно, что я там выбираю. И в итоге, вот такой набор продуктов на 1569, без винограда, соответственно. Вот, а со сковородой вот что произошло. Видите, я, видимо, что-то мешала. Как так, я ножом вроде никогда не мешаю, порезала. Так что придется что-то другую какую-то. Наверное, может быть, скорее всего, такую же закажу. В принципе, меня она всем устраивала. Ну, сколько прослужила. Год назад, по-моему, я ее покупала или два. Не знаю. Уже не помню. Ладно, надо переодеться. Переодеться и заготовку. У вас прошла одна секунда. У меня уже полчаса. Курицу порезала, обжарила. И заливаю вот этим вот густым соусом. Чим-чим. Соус чим-чим. Это очень вкусно. То есть, когда уже курица практически готова, дальше вот в этом соусе нужно обжарить ее буквально 2 минуты. Она приобретает, ее уже не солить, не перчить. Ничего с ней делать не надо, потому что все содержится вот в этом очень классном вкусном соусе. Будет здорово, если вы все это посыпите кунжутом и луком зеленым. Сейчас я его порежу. Рис у меня уже готов. Я добавила сюда чуть-чуть масла. И вот такая вот рыба у меня имеется. Рыба горячего копчения. Горбуш, по-моему. Не знаю. В общем, красная рыба. И осталось, соответственно, сейчас мне ее разделать, отделить. Но она очень хорошо отделяется. Когда горячего копчения, рыба, она просто вообще идеально отделяется от косточек. Ну и иду сейчас вот изучать, как сделать так, чтобы рис у меня не развалился. И чтобы все это скрепить можно было. Так, ну что? Что я за это время сделала? За одну секунду. Я перебрала всю рыбу. Убрала все-все косточки, какие только были здесь возможны. И нужно нарезать огурец. Огурец. Огурец нужно нарезать дольками длинными. И чтобы эти длинные дольки... Я так вам рассказывала. Я сейчас посмотрела 4 видео. Все все красиво показывают. Но я что-то так понимаю, что это все очень гладко на бумаге. А как оно сейчас будет все в действительности, это вопрос. Так, вот такие вот тоненькие получаются. Здесь огурчики. Я чуть подозреваю, не сильно они длинные. Но вроде бы делают именно такие. Как можно тоньше их. Нужно постараться нарезать. Как-то так. У меня один огурец. Я попробую сейчас сделать небольшой объем. Потому что, ну, уже так, знаете, пожалела, что можно было сделать рыбный салат. Вот очень вкусный получается с рыбы. Как раз таки рис, яйцо, огурец, авокадо. И очень-очень получается обалденно вкусный рыбный салат. Ну, плюс, соответственно, там еще входит майонез. Это у нас... Мы вчера ходили на день рождения к Маше. И как раз с девчонками обсуждали, что на Новый год будем готовить. У нас каждый Новый год, знаете, всегда одна дилемма. Все. Вот на этот Новый год ничего готовить много не будем. Согласны? Согласны. И приближается этот следующий Новый год. И опять начинаешь готовить все по-новой. Как будто последний день живешь. Я сказала, я в этот раз только вот салат оливье и что-нибудь там, картошку, я не знаю, или мясо. Так. Ну что? Мне очень понравилось, что я быстро здесь отрезала. Так, сейчас осталось достать эту мякоть. Посмотрим, насколько хорошо. Посмотрим, насколько хорошо ее можно достать. Слушайте, нормально. Знаете, как говорят, как по маслу идет. Но вообще, конечно, не наш это продукт. Он очень вкусный. Я одно время вообще не понимала. Я в Доминикане распробовала авокадо. До этого я вообще не понимала назначения даже, зачем его, собственно говоря, едят. И в чем его прикол такой. Ну, понятно, что здесь огромное количество витаминов. И, конечно, он у нас в нашем климате не растет. Он у нас не настолько распространен. Это все привезенный продукт. И в основном вот такой вот не особенно спелый. Потому что, когда авокадо спелый, это прям пальчики оближешь. И его даже вкус невозможно передать. Он такой ореховый. Вот здесь все-таки я, видите, делаю усилие, чтобы его разрезать. Ну, хотя бы я его уже легко достала. А так это обычно бывает сделать сложнее. Если он не спелый, вы его ложкой замучитесь выковыривать. Так, ну что. Вот продукты, собственно говоря, это все, которые мне нужны. Это вот один авокадо и один огурец. И сейчас начнется самое интересное. Так, чувствую, что я сейчас плюну на все. В общем, вот это ерунда, которую я нашла. Это просто коврик для, еще раз говорю, стола. То есть он особо, знаете, ну хотя бы в эту сторону заворачивается. В другую сторону вообще не заворачивается. Я обернула его пленкой. Я так сделала, потому что я видела, что у всех он был в пленке. Уж не знаю, он таким образом продается или люди его оборачивают. Один молодой человек, единственный, который я посмотрела из четырех рецептов, сказал, что он обернул пленкой. Но, еще раз говорю, я с этим не сталкивалась, не знаю. Здесь есть вот такой вот лист нори. Нори. Лист нори. Нори это водоросли. Я их люблю. Вот в Таиланде, когда я была, покупала. Они там остренькие всякие разные. Остренькие, вкусные. Я так поняла, что нужно шершавой стороной кверху это все сделать. Я не знаю, какая из них шершавая. Мне кажется, что вот эта шершавая. Осталось положить сюда рис. Рис. Я специально. Вот это вот. Это то, что я умею делать, ребята. Рис как каша. Что я умею варить, так это рис как каша. Так. Ну и, соответственно, распределить по всему периметру вот этого листа. Так. Как-то так. В общем, чтобы вот этот рис прилип. Ну, вообще, надо, наверное, до конца, да? Чтобы он понабидивил. У меня, еще раз говорю, не тот самый коврик, который вроде как должен быть. Прям самим ковриком как-то. Ух ты! Вот так вот. Смотрите, он у меня даже не двигается. Сломается. Вот так вот прям как-то прижимают. Вот чтобы он такой вот был. А я его не могу двинуть. Потому что он у меня иначе развалится. Как вот его. Это я его уже, как получается, скручивать начинаю. В общем, вот так вот утрамбовывают. Второй частью ее переворачиваю. Ну, вроде как утрамбовала, можно сказать так. А, ну вот хорошо, да? Что огурчики вот таким вот образом я сделала длинные. Пару огурчиков. Авокадо. Сюда еще хорошо бы сырочек Филадельфия добавить. Но когда я читала рецепт в магазине, я как-то очень быстро его читала. И не увидела, что там написан сыр. Ну, как бы ничего страшного, что сыра нет, не произойдет. Вкусно в любом случае будет. Что, рис с копченой рыбой, с авокадо да с огурцом. Ну, и давайте попробуем все это чудо завернуть. А заворачивать-то, наверное, надо с другой стороны. Потому что вот эту штуку нужно будет как-то прикрепить. Блин, что-то я не так сделала. Но теперь я его уже не подниму. Будем сейчас на втором учиться. Пытаюсь так как-то, я не знаю, как. Как его вот скручивать. Его надо было, наверное, на край на самый класть. А на край он теперь у меня уже ни за что в жизни не подвинется. Так. Вот так. Так. Что-то я тут уже, мне кажется, пододелала. А, не, ну, смотрите, скрепился практически. Практически скрепился. Получился толстый. Ну, для первого раза, вот, надо было на край его, на самый. И место оставила я, получается, не с той стороны. Да? Ну, вот так вот, как бы его зафиксировала. Края, говорят, надо подкорректировать, чтобы все ровненько было. Это пойдет во вторую начинку. Говорит, не важно, какой форма у вас все это получится. Будете его есть квадратная форма или круглая. Осталось все это дело разрезать. Здесь самое главное, этот острый нож. То, что я попорчу, я сейчас все это лучше в виде салата сделаю. Вот это мы съедим. Получилась вот такая вот начиночка внутри. В общем, вот эти пару вариантов, которые сейчас попробует Ваня. А больше, я так думаю, не буду я портить продукты, я сделаю сейчас салат. Дабы не портить продукты, и дабы вот все могли это есть, я, в общем, нарезаю. Хорошо, что я эти акупсы уже порезала все дольками. Нарезаю теперь их кубиками. И дальше идет небольшой слой майонеза. Можно делать с абсолютно любой рыбой. Самый экономный вариант, это... Ну, я вот такую сеточку делаю. Он все равно потом весь проделается. Самый экономный вариант, это с консервированной рыбой. Но у меня здесь настоящая, самая, очень вкусная, копченая. С ней получается, с ней всего. Вон, такой вот слой рыбки. Потом небольшой слой майонеза. Я дырочку просто сделала здесь. Дальше у меня здесь уже перемешан огурец с авокадо. Он такой красивый, слоями получается салат. На Новый год очень многие его делают. Дальше нужен еще раз один слой. Один слой риса. Ну, тоже, соответственно, каждый слой с сеточкой из-под майонеза. Так, банек у меня ест курицу терияки. И, ну, попробуешь ты? Да, мне. Давай, попробуй вот этот вот... Во-первых, соевый соус сейчас заценишь. А там ты снял? С внутри, наверное, крышка, что он не течет? Скорее всего. Давай, ты сейчас расскажешь о своих впечатлениях. Я так вот поставлю, а то я пока рис в следующий слой сюда положу. Дай мне салат. Покажи, как нужно есть суши. Суши наливаем. И скажи, что ты не хотел есть рыбу. Берем суши. Я не люблю рыбу, поэтому берем рыбу. Вань, а разве суши склоняются? Они же множественные число, мне кажется, они не склоняются. Вообще, это роллы. Это роллы? Суши по-другому были. Суши без вот этого листа, да? Или он там внутри? Там наверху рыбу. Только чуть-чуть по сами и не мыкаем. Ты скажи, как покупные и как маме, да? Ну, обычные. Ваня убирает рыбу. Ну, слушай, а ты, когда мы заказывали тогда эти суши, ты разве без рыбы ел? Ты с чем ел внутри? С крабом. Ну, с крабом, там же краб-то этот. Ну, я его убирала. В общем, супер. Ваня супер ест суши, я вам так скажу. Так, я тем самым временем, пока тут Иван вам показывал мастер-класс по маминым неудачным суши. Ну, как есть, так есть. Я ничего от вас не скрываю, говорю, как есть. Еще один слой рыбы поверх риса. Если не считать майонез, можно сказать, прям диетическое блюдо. Вот так вот все, это горочкой. У меня закипели яйца, я поставила вариться яйцем, потому что сверху нужен будет желток. Можно сюда добавить рубленое яйцо, можно не добавлять рубленое яйцо. По желанию, кому как нравится, кто как больше любит. Вот, все, рыба ушла вся. Рыба вкуснейшая. Это самое лучшее сочетание, вот огурец, рыба. А яйцо, оно, знаете что, оно придает нежность всему этому блюду. Пока у меня здесь яйца варятся, хочу показать, как встали теперь в шкафу крышки. Я вам с утра показывала, специально здесь сделали отделение. И теперь все крышки легко вынуть и нет бардака. Ну и самое главное. Стулья здесь стояли страшные на балконе, переодели их в чехлы. Чехлы отсюда сняли. Потому что здесь Андрей сказал, теперь видите ли, стулья попортят обивку. Поэтому отделили их в чехлы. И, собственно говоря, вот такой вот шкафчик получился. Здесь полочки разные для хранения мусорных пакетов. Ну, то есть, сюда я хочу цветы поставить потом завтра. И, соответственно, хранение всех моих форм. Для духовки здесь форма. Здесь пустой еще ящик. Завтра нужно будет посуду сюда кое-какую убрать. И нижний ящик для хранения сковорода. Коих у меня тоже великое множество. Все. Вариант с яйцом. Сверху чуть-чуть посыпала. Луком зеленым. И, ну, желательно убрать это в холодильник. Хотя бы на пару часов, чтобы пропиталось все это майонезом. Устоялось. Ну, а можно есть сразу, перемешать все в тарелке. Кому как нравится. Я ела эту курицу. Поэтому пока что не хочу. Дам ему настояться. Он будет стоять у меня в холодильнике. Мороженое. Мороженое хочу. С моей любимой шоколадной кошкой. Сейчас с кофейком. То, что нужно. Я не знаю. У меня что-то сегодня то ли погода у нас поменялась, то ли чего. Болит как-то целый день. Но не то, что, знаете, болит. А вот какая-то тупая какая-то боль. Ну, она ноющая такая, мелкая. Вроде как ее нет, но поднывает. Ну, в общем, даже есть нюхлада. Даже аппетит пропал. Сейчас пока все это делала. Слушала параллельно интервью с Люсей Чеботиной. Так, пойдемте с вами порассуждаем. Мороженое у меня нужно, чтобы нагрелось. Чуть-чуть растаяло. И перемешать его с шоколадной крошкой и с кофейком. Это очень вкусно. В общем, знаете как, вот я на... Ну, я думаю, что все знают, что Люси Чеботина певица, довольно-таки популярная, известная. Солнце Монако у нее песня выстрелила. И я всегда смотрела, но я как-то смотрела их вот что-то там то ли соревнования, то ли что. Передача была с Михаилом. Она перепевала его хиты, они вместе пели ее хит. Мне так понравилась эта передача. Вот. И я на нее смотрю, думаю, боже. Вот знаете, вот ты смотришь со стороны и думаешь, какая классная девушка, какая она успешная, какая она красивая. То есть, ну, вот я реально на нее смотрю. Она, знаете, такая вот миниатюрная. А мне вот всегда нравились, я имею в виду внешние. То есть, есть какой-то там эталон для красоты определенный. У каждого он свой. Мне вот, допустим, на внешность очень нравится Арнелла Мути, вот как актриса, как женщина. Тут есть, допустим, Моника Белучина. У меня, допустим, такой тип женщин, такой красоты. То есть, я признаю, что она красивая, но мне, допустим, вот если поставить там Арнеллу Мути и Монику Белучи, ну, больше внешне симпатизируют Арнеллу Мути. Я не знаю, почему. Ну, это внешне. Я еще раз говорю, субъективно у всех по-разному. И вот Люся Чебутина тоже, я всегда на нее смотрю и восхищаюсь, что такая вот она и грациозная, и поет классно, и держит себя всегда соответствующе. Ну, вот все, все в ней сошлось, что я прям, ну, восхищалась. И восхищаюсь до сих пор. И она рассказывает про себя и говорит, а мне, говорит, так не нравилась моя внешность, мне так не нравилось, что вот я была такая худая, я даже хотела делать какие-то типа пластические операции, но потом вот передумала делать. И ты смотришь, боже мой, думаешь, что, ну, если такие девушки там не удовлетворены своей внешностью, то, ну, что говорить там про обычных смертных. Это первый момент. И второй момент, она сказала, что вот она долго довольно-таки записывала песни, и у нее не было выхода, то есть не было успеха, не было популярности, то есть там какие-то песни ее знали, но не особенно. То есть как бы у нее уже не было ни финансов, ни желания продолжать дальше этим заниматься, то есть она была прям уже, можно сказать, на пике разочарования всей этой деятельности, и думала, что нужно это все прекращать. И тут у нее выходит вот эта вот песня «Солнце Монако», и это на данный момент практически самая популярная песня на Ютубе, что-то 383 миллиона, только вдумайтесь в эту сумму, прослушала этот трек раз, то есть и вот это дало ей виток для развития, и сейчас она успешная певица. И она говорит, вот этот вот момент, знаете, когда ты на самом пике, тебе кажется, что все, ниже уже некуда, это как раз-таки вот несколько секунд от успеха. То есть если вот ты сдашься и не будешь дальше ничего делать, а у тебя вот он какой успех возможен после вот этого твоего падения. И мне вот так это понравилось, прям я задумалась на эту тему. Так, ну а это, собственно говоря, все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Ютуб работает плохо, хотя нам обещают, что в скором времени вроде как наладит скорость, и можно будет опять смотреть. Ну, во всяком случае, я слышала такие новости, но я не говорю, что это 100%, вроде как где-то там в запрещенной социальной сети была даже какая-то такая цифра 15 ноября, но ничего не заработало, все точно так же работает либо по мобильной связи, либо через всем известный ресурс. Не все, кстати, умеют им пользоваться, поэтому многие смотрят только на телефоне, а многие даже, как выяснилось, у него разговаривала я с папой, и он вообще не знает даже, что на телефоне работает Ютуб. Говорит, а у меня не работает. Я говорю, так ты Wi-Fi выключи. Он работает только на мобильном телефоне, то есть при помощи мобильной связи. Если у вас Wi-Fi включен дома, то, соответственно, у вас на телефоне он тоже тогда работать не будет. И просмотры у меня падают уже просто ниже некуда. И я думаю, вообще, стоит ли дальше всем этим заниматься. Но тоже вот иногда прям берет, знаете, такое, думаешь, надо что-то идти на что-то другое поучиться делать. Вот, кстати, кто знает хорошие курсы дизайнерские? Вот дизайнерские я бы поучилась. Вопрос в том, что сейчас в основном все курсы – это только такое бла-бла-бла, где ничему особенно не учат. А вот делать какие-то профессионально фотографии с подписями для того же ВБ я бы с удовольствием научилась. Нужны определенные программы. Буду, наверное, в ближайшее время этим заниматься. Ну, а всем, как всегда, добра, удачи, позитива, отличного настроения. И увидимся с вами вновь. Пока-пока.